Жители Коченевского района терпят бедствия. По улицам текут реки нечистот. Как объясняют люди, коммунальщики еще перед Новым годом отказались вывозить содержимое выгребных ям. Почему? Разбирался мой коллега Николай Сальников. Неприятный сюрприз жителям села Прокутска местные коммунальщики преподнесли за несколько дней до Нового года. Людям отказали в вывозе фекальных вод. В итоге уже на протяжении двух недель нечистоты напрямую из выгребных ям стекают на улицу. Сейчас удручающая картина практически не видна из-за свежевыпавшего снега. Однако от запаха никуда не деться. В коммунальной западне оказались тысячи прокутчан. При этом речь идет не только о биологических потребностях человека, но и о гигиенических. Мы все живые люди, тем более праздники. У людей, люди же не будут ходить за дом куда-нибудь. Да и туалетов здесь, даже туалетов-то на улице нет. Представляете, двухэтажное здание, куда люди должны в туалет ходить. Бани нету, мыться люди должны, дети маленькие. Пока в меньшей степени с проблемами столкнулись лишь небольшие семьи. То есть, говоря простыми словами, те, у кого еще не заполнены накопители нечистот. Однако, если ситуация не изменится, то исключения не будет ни для кого. Представляете, если у меня вот яма заполнилась, заполны. Я говорю, ну теперь я что, даже на воду вытаскать? Это все, воду и все это самое. Ну, конечно, это не так, чтобы... Ну, если быстро решат это дело, допустим, несколько дней, то это ладно, нормально, потерпим. Там, допустим, даже пусть неделю мы можем потерпеть, а больше как? Всего в Прокутском около трех тысяч домов. Из них к системе централизованной канализации подключены всего несколько пятиэтажек. Все остальные полностью зависят от организации по откачке и вывозу фекальных масс. А главная причина коммунального коллапса в том, что руководство местных очистных сооружений отказалось принимать отходы жизнедеятельности у населения. Провели инспекцию с комитета охраны природы очистных сооружений. Значит, у них закончилась лицензия на прием и переработку отходов четвертого класса опасности. Разрешили этот вопрос. То есть делаем параллельно лицензию. То есть они делают параллельно лицензию. Мы с завтрашнего дня возобновляем договорные отношения и продолжаем вывозить все эти нечистоты. Очистные сооружения находятся в ведении Чикской птицефабрики – крупнейшего предприятия Прокутского сельсовета. По заверениям местных чиновников, вывоз отходов начнут в четверг. Редакция ОТС проследит за развитием событий. Однако открытым остается вопрос, почему инспектирование социально значимых объектов нужно проводить в момент окончания срока лицензии, а не заранее. Николай Сальников, Евгений Агеев. Новости ОТС.